Прививку от COVID-19 в Молковской амбулатории сделали уже более 7 тысяч человек. Как рассказала заведующая медучреждением Татьяна Бурцева, сейчас наблюдается увеличение числа желающих пройти вакцинацию. С учетом последних событий, количество вакцинированных у нас увеличилось в разы. Запись у нас полная. Работают два кабинета первого и второго этапа вакцинации. Работаем с 8 утра до 8 вечера. Врачи также отмечают, что помолодел возраст, желающих привиться от опасного вируса. Раньше больше были люди в более большом возрасте, после 60 лет. То сейчас активно трудовое, трудоспособное население в возрасте от 25 до 45 лет. Потому что требования работодателей и осознавание того, что все-таки, наверное, это нужно делать. Ольге 64 года проживает в микрорайоне Новомолокова. Женщина приняла данное решение, чтобы обезопасить себя и своих близких. Решила вот сделать прививку, ну потому что сейчас, видите, какая ситуация. То одно, то другое. Поэтому у нас в доме внучок маленький, семья большая, решили себя обезопасить как-то. Светлана пришла вакцинироваться пока первым компонентом. Все оттягивала, как-то сомневалась. В интернете много информации. Не нужно. Но да, ну вот все равно решили сделать. Многие проходят уже второй этап иммунизации. Перед прививкой терапевт проводит обязательный осмотр с термометрией, осмотром ЗЕВА, измерением частоты пульса и артериального давления. Врач должен исключить наличие противопоказаний и предупредить о возможных поствакцинальных реакциях. После первого-второго этапа может быть повышение температуры, может быть слабость, может быть местная реакция. Люди обращаются, наблюдаем за ними. Если все это в течение двух-пяти дней проходит положительно, как бы нормально все, то мы выписываем. Иногда люди заболевают. Но это не говорит о том, что заражаются они от вакцинации. От вакцинации заразиться нельзя. Значит, человек привился. Либо заболевание протекало в скрытом периоде, либо это инкубационный период, который невозможно отследить. В Молокове вакцинируются не только местные жители. Сюда приезжают из Москвы и других регионов. Записаться на прививку можно через портал госуслуги. Стоит отметить, что от Молоковской амбулатории функционирует еще один пункт, расположенный в магазине метро. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.